Привет, я Эни Мэджик и со мной тут мои песики В общем, летом у нас был САП Кто не видел, посмотрите ролики, как мы со всеми собаками сплавлялись по реке А сейчас зима, снег, несмотря на то, что март, несмотря на то, что уже весна, у нас снег И я решила наконец-то порадовать вас офигенным просто видео Это снегоход, представляю вам его У нас мороз, поэтому ребята верзнуты, мне нужно ускориться поскорее нам начать уже нашу тренировку В общем, летом мы сплавлялись по реке, а зимой мы поедем впервые с собаками на снегоходе Но, так как это вещь опасная, он может разгоняться до 45 км в час Поэтому, конечно же, я не просто посажу собак, повезу их, они все развалятся, распадаются и все Нет, все будет, как всегда, постепенно, чтобы вы понимали, что любой процесс он постепенный Поэтому для начала мы начнем их приучать Первый шаг я уже сделала, я им показала, что такое снегоход Они сидят на нем, пока, наверное, не понимают вообще, что происходит И я сама проехалась, когда выводила его сюда на дорогу, выезжала Они увидели его, подыспугались такие, что это большое что-то и очень шумит В общем, будем приучаться и попробуем сегодня проехаться Поэтому, ребят, с вас лайки за то, что мы придумали такое И за то, что я всегда стараюсь для вас сделать что-то интересное И, опять же, развивать песиков У нас там лает собака, надеюсь, вам просто это не долбит в уши в микрофон Потому что она лает безостановочно, какая-то большая собака А еще маленький секрет Мы кое-что сделали на нашем участке Мы построили дом под землей И если вы хотите, чтобы я вам его показала Давайте наберем 50 тысяч лайков Давно я вас не просила Давайте, вы, мэджики, я знаю, мы сможем Бум! 50 тысяч лайков Мы набирали и 100, так что 50, я думаю, для вас проблем не будет Тогда скоро выйдет ролик про это тайное местечко А может быть, мы там проведем 24 часа Ну и, конечно же, комментарии вас ждем здесь Потому что они нам очень важны Они помогают ролику попадать в рекомендации Последнее время у нас проблемы на ютубе Я опять слишком долго говорю Ладно В общем, идем к 3 миллионам Подписывайтесь на канал 3 миллиона наша цель А мы погнали учиться Смотрите, снегоход я купила в начале зимы Ездила сама на нем Собаки никогда на нем не ездили Никогда его не видели Я взяла сейчас всех 4 своих собак Всех нарядила София уже, по-моему, спать собралась Потеплее, чтобы было Но так как Эйвон у нас Самый такой мерзляк, старичочек Он сейчас начал покашлять Простудился, возможно, я не хочу его морозить Если честно Поэтому он будет у нас самым первым Он попробует просто хотя бы встать на него Я сделаю просто вот буквально метр проеду Может быть, вообще ничего у нас не получится Может быть, никто из собак этого не сделает А вообще, эта идея пришла мне еще в Таиланде Когда я увидела, как в Таиланде чуваки Которые ездят на мотоциклах и на байках Они прямо со своими собаками это делают То есть они садятся и вот здесь впереди у них сидит собака Которая упирается на руль Причем это и маленькие собаки были Если бы, возможно, это была большая собака Мы могли бы разогнаться на огромной скорости Ей было бы не так холодно Но поверьте, я пробовала ездить на снегоходе Это жесть Просто в лицо фигачит ветер Без шлема, без маски, без ничего Это очень тяжело Так как мы находимся за пределами своей территории Здесь есть чужие злые собачки Которые могут покуситься на наших малышей Поэтому я буду брать их по очереди И мы по очереди будем пробовать А там уже посмотрим, у кого получится Ставьте свои ставки Кто из всех реально сможет совершить это Короче, вот такой вот шлем я себе купила Кстати, посмотрите, с какими он ушками Мокрый здесь от грязи и снега Я каталась недавно Вот Такой вот классный Мне он очень понравился, что он необычный Тем, что у него ушки такие Не знаю, слышно меня там микрофон вообще или нет Волосы мешают сейчас Вот Но я вообще сюда не для этого пришла А для того, чтобы показать вам сноуборд Я подумала Если я катала собак на сапе То, по сути, я могу попробовать Ну, научила их стоять на сапе Держать равновесие Плыть по реке То, по сути, я могу попробовать Научить их стоять и на сноуборде Я, понятное дело, говорю не о том, чтобы С какой-то горы скатываться Потому что он все-таки скользкий Надо что-то придумать Какую-то устойчивую поверхность Здесь что-то И, конечно же, не говорю о том, чтобы Прицепить его к сноуборду И гнать на огромной скорости Но к тому, что можно его как-нибудь Попробовать прицепить хотя бы к веревке И попробовать Главное научить собак на нем Стоять, удерживать равновесие И ехать по снегу Не по воде, а по снегу Да? Покемон, иди сюда Как вам такая идея, ребят? Если нравится Давайте нам с покемошей лайкосик Каждый, кто из вас Когда-нибудь катался на снегоходе Знает наверняка, что он из себя представляет Да? Это вот такая машина с лыжами И сзади такая большая гусеница Которая его как бы толкает У меня с собой Всегда обязательно для таких случаев Для того, чтобы тренировать собак Дрессировать собак Опять же, для чего я это делаю Говорю своим зрителям Или новым зрителям Не для того, чтобы просто контент вам сделать Но и для того, чтобы мои собаки ничего не боялись Чтобы они тренировались Чтобы они умели в этой жизни очень много всего И это развивает собаку любую Если это не стресс Поэтому мы постараемся делать это все без стресса, конечно же Не давить на собак Не заставлять их, ничего такого И у меня с собой обязательно Какое-нибудь лакомство Вкусняшка Что-нибудь, чтобы поддержать собаку И похвалить ее В случае, если она все делает правильно Как мне надо У меня это наш корм платинум Обычно я использую вкусняшки платинум Но когда вкусняшки кончаются Я беру прямо с собой корм И хвалю их кормом Сейчас я буду заводиться Надеюсь, вам будет что-нибудь слышно Погнали Эйвен уже начинает подмерзать И действительно начинается ветер поднимать Поэтому мы поспешим Я посажу его вот так Вот-вот к себе сюда Надену перчаточки На самом деле обычно Когда на снегоходе ездишь Я надеваю шлем Или специальную маску В которой только глаза Но это будет странно Для такой скорости На которой мы будем пробовать Сейчас я заведусь Смотрим на реакцию Эйвена Что такое Он заинтересован Но мне кажется Он дрожит немножко от того, что мерзнет Поэтому надо поскорее пробовать Давай, погнали, Ивась На маленькой скорости Эйвен едет вполне себе нормально Мне кажется, он вообще Как бы не особо парится 5 км в час мы разгоняемся Я попробую побольше Хотя бы 10-15 Ну, в общем Оказалось Все намного проще Если честно Чем я ожидала Я думала Что не будет хватать устойчивости Потому что Мотобайк На котором я ездила В Таиланде Он очень отличается От снегохода Тем, что он узенький И собаке особо негде стоять И не обо что упираться Кроме как руль А здесь получается И когда ты рулишь На мотобайке Вот так вот рулем Собака тоже должна Варьировать Вот так вот лапами Вместе с тобой А здесь получается Собака сидит у тебя Между ног Причем ты ее можешь Придерживать И упирается вот тут Вот лапками То есть это намного Удобнее и проще Эйвен уже совсем замерз Пора приступать к девочкам Для него первый опыт Мне кажется был хороший Можно будет развиваться В этом деле дальше Погнали Следующая у нас Софиша Кстати, ваши комментарии Попадают в видео Поэтому я на них отвечаю Ставлю лайки Поэтому обязательно Их пишите И свои ставки У кого круче Получится быть Снегоходистом Можно так сказать В общем Софиша у нас Не такая мерзлячка Как Эйвен Потому что она Пухляшечка Плюс она пушишечка Плюс я ее нарядила Соответственно Ей тепло Итак Погнали Софиша Садись Сейчас я Дам ей посидеть Немножко Посмотреть Как Что тут Как Софиша не хочет Садиться Софиша предпочитает Стоять Эйвен сел сразу Софи стоит Давайте заведемся Посмотрим Как она на это среагирует Она смотрит Наблюдает Что это такое происходит Что Что это Софиша Вот Умница Хвалим Хвалим Молодец Не спрыгивает Потому что Я думаю Например Что Юмичу Сразу спрыгнет Я боюсь Что она такая Попрыгунья И трусишка Вот Умничка Молодец Софиша Стоит Девочка Кушает Вкусняшку берет Значит Не такой стресс Все хорошо У собачки Сейчас я сдам назад Задний ход У меня будет Немножко дергана Прости Софи Софи чувствует себя Уверенно Она уже присела Давай садись Чтобы устойчивее быть Я тебя ножками буду придерживать Не нервничает Вообще По-моему Ей нормально Комфорта Единственный минус Это то Что я не могу Разогнаться до гигантской скорости До максимальной Потому что Если мне так фигачит в лицо То каково собаке С ее носиком Надо специально Такие маски Шлемы для собак Такие Которые закрывают морду Чтоб не дуло Ну что Софи Поехали Вообще уверенно сидит Итак Сейчас Спокойненько Разгонюсь до большой скорости Посмотрю Как будем себя чувствовать Снимаю на айфон Так как наш оператор Где-то там Позади нас застрял Мы разогнались Софи до 35 километров И мне показалось Что у нее Вполне нормально Мордашка И она себя нормально чувствует Сейчас будем разворачивать По моему Софи пока что Вообще чувствует себя шикарно То есть она уже так прилегла На снегоходик Извините Глаза заслезились Из-за того Что мы быстро поехали Очень Глазки заслезились Тем более Чихуахуа У них такие глазки Не буду больше Софишу мучить В плане скорости В плане Того Что мы быстро едем Ветер фигачит в лицо А так Она себя чувствует Вообще нормально Она уже легла Посмотрите На снегоход Просто вообще Такая Лапы сюда положила Попочка Здесь В тепле Да У меня И лежит себе Такая собака Нормально Куда-то едем Глазки немножко Фигачит ветерок Но так В принципе Ок И лежит себе Такая собака Нормально Куда-то едем Глазки немножко Фигачит ветерок Но так В принципе Ок Я думаю, что Эйвен, София, они, в принципе, себя нормально чувствуют, потому что у них есть опыт София со мной и Эйвен тоже, они ездили на мотобайке в Таиланде и плюс еще на велосипеде И то есть вот этот процесс сам, ехать, движение, какое-то сидеть вот здесь, он для нее нормальный Она чувствует себя комфортно, поэтому не нервничает, не спрыгивает и с удовольствием просто, посмотрите, кушает вкусняшку То есть она понимает, что она хорошо выполняет все и получает за это лакомство Для собаки никакого стресса, ну смотрите, ну это что, ну это же собака просто, собака-байкер, вообще нормально, вообще хорошо, да? София, иди ко мне, иди сюда, ты хочешь еще кататься, да? Не хочешь слазить? Ну ладно, давайте Скользко Следующий участник, интересно, очень интересно, как поведут себя Миша и Юми, потому что они никогда не ездили ни на чем Ни на чем вообще Поэтому я почему-то думаю, что Юми спрыгнет, а Миша будет очень бояться или, может быть, даже тоже спрыгнет, посмотрим Погнали Залазь давай, давай залазь, давай залазь, Софиш, давай Давай, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, залазь, залазь, залазь Чтобы вы поняли, да, насколько вот для собаки это не стресс, если я ее зову, то есть она не пугается его, вот этого большого монстра Ей было комфортно на нем ехать, потому что если я ее зову, она его не боится, не убегает, она идет ко мне Она просто не может запрыгнуть так высоко, но он залазит Иди сюда, Софиш, поехали, поехали, видите, то есть она готова ехать Давай, Софиш, иди ко мне, давай Поехали, поехали, вот молодец, поехали, молодец, поехали, за это тоже можно похвалить, потому что я, получается, произношу какую-то команду Я говорю, поехали, и собака подходит и просится, пытается залезть, совершает эту попытку, я ее хвалю И, получается, она понимает, что поехали, это надо вот меня слушаться, идти за мной, садиться куда-то и ехать, да, ну вообще, посмотрите, прекрасно себя чувствует, да Да, 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 наша пупсик Мишка, Мишка-пупсик, Мишка-пупсик, Мишка-пупсичка, реально, ну она же пупсичка, ну посмотрите на нее Да, да, Мишань, ты пупсик, что сказать, ты же пупсик Мишань, иди ко мне, Миш, Мишка, конечно же, будет у нас потупливать, потому что Мишка, те, кто смотрит канал, знают Мишаньку, Мишань, иди ко мне, иди сюда, давай, вот умница, что тебе неудобно в пуховичке? Давай, зато тепло, зато тепло Миша у нас как Софиша, пухляшечка, плюс в шерсти вся, плюс в пуховичке, ей будет не так холодно Давай, иди сюда, поехали Мишань, поехали Миша, поехали Поехали, Миша Да, поехали Ай, поехали, Миша, молодец, умница Давай, давай, давай Умничка, ай, молодец Мишань, давай Ты умница, ты молодец Давай, давай, давай Лапки хотя бы поставим, хотя бы посмотрим Хотя бы подумаем об этом Нет, ну ладно, хорошо У меня уже пересохли губы, глаза пересохли Уши замерзли, голову продувает Но что-то я не решила ни шапку не надевать, ни шлем, ни балаклаву Надеюсь, я не заболею Мишка сразу прилегла у нас Это, в принципе, такая у нее реакция стандартная Когда что-то такое неизведанное, непонятно, она такая пригибается Так, все нормально, я... Но мне почему-то кажется, что ей не будет особо страшно Сейчас мы попробуем с ней не как с Софи, да, а как с Эйвеном Просто вот первые шажочки делать Буквально, вот, я, наверное, даже назад сдавать не буду, я буду ехать прямо Давай, Мишанька, садись Ну или хорошо, так тебе удобнее Сейчас заведемся и посмотрим на ее реакцию Главное, чтобы она не пугалась сильно Будем отвлекать, если что, ее от странного Мишка вибрирует вместе с мотором Байк вибрирует, я прям чувствую, как снегоход подо мной так И он так Мишку тоже потрясывает, она тоже вибрирует Ну что, давай попробуем сделать буквально один метрик Наблюдает за тем, что происходит Не понимает пока что Все хорошо, все нормально, Миш? Но из-за того, что упор довольно хороший То есть это не как на мотобайке обычном Тайском, ой, она даже привстать пытается Разглядеть обстановку Отлично, Мишка, молодец Ай, умничка, да, умничка, Мишаня Умничка На, кушай Но не хочет кушать корм Это говорит о том, что, скорее всего, испытывает некоторую нервозность Мне даже кажется, что вот эти ее поглядывания в разные стороны Похожи на желание слезть Но мы не будем сильно, да, вот на это акцентироваться Как-то поддерживать страх Не сюсюкать с собакой Не надо сюсюкать никогда с собакой Когда она испугалась или боится, или трясется Потому что таким образом вы поддерживаете это Это как ребенок плачет, а ему говорят Тюй-тюй-тюй-тюй-тюй И он понимает Если я плачу, если я боюсь Если я трясусь, значит меня хвалят Да? Мы просто постараемся такие моменты игнорировать Когда собака хорошо себя ведет, как нам надо Не нервничать, все, мы хвалим Ну что, Мишань, давай попробуем еще чуть-чуть Ну вот тоже скажу сразу такой момент Мишанька, она менее устойчиво ведет себя, чем Софиша То есть Софи, она прям Она вроде как расслаблена, ее ничего не парит Но тело ее напряжено Она его очень хорошо контролирует Мишка, в отличие от Софи Она тело свое не очень хорошо контролирует То есть какое-то движение ее сразу шмотыляет Ее сразу валит Поэтому я не хочу набирать с ней, как Софи, скорость большую Уже получше, уже поспокойнее мы себя чувствуем, да, Мишань? Да, уже не страшно так сильно, да? То есть все равно в какой-то момент собака, как и человек, она начинает привыкать к звуку Привыкать к движению, уже не так страшно Ну, если это не Софи Люди же тоже разные бывают, да? Вот человек, как Софи, он такой, типа, о, классно, прикольно, интересно, что это такое Человек, как Эван или Миша, такой, ой, что-то я не знаю, а что это, а может быть не надо И ему надо время привыкнуть, чтобы понять, что это не так уж страшно, не так опасно Сейчас попробуем все-таки проехаться хотя бы пару метров Она уже нашла вот эту вот позицию устойчивости До этого ее расплющивала, а сейчас, несмотря на то, что я еду, она уже держится То есть всего несколько минут, и собака уже по-другому реагирует Она до этого сразу вот так вот просто ложилась и боялась Сейчас она стоит и держится, может себя держать, контролировать Редактор субтитров А.Семкин 15 км в час Если с Софи мы смогли разогнаться 30 и больше, с Мишкой 15, и она начинает соскальзывать И уже прям готова упасть То есть пока что ей не хватает устойчивости, как Софи, да, чтобы удерживаться Поэтому рисковать я не буду, я разогналась, я поняла, что она уже все начинает покачиваться И уже вот так вот упала мне на ногу, чтобы такой опасности не было Потому что все-таки он скользкий, собака может соскользнуть, упасть И это вообще очень опасно Я резких движений делать не хочу Мы пока что учимся, для нас это начальный этап, поэтому уже хорошо Я удивлена на самом деле, что Миша смогла вот это вот сделать То есть 15 км в час выдержать вот так стоя, это уже очень круто Лежать тоже хорошо То есть Мишанька молодец, просто прям супер, я считаю, для нее Те, кто нас смотрят давно, просто понимают, о чем я говорю И сейчас лайк Мишке обязательно влепят за ее смелость, за то, что она уже абсолютно другая собака За то, что вот с этими всеми тренировками у нее столько уже получается Миш, просто супер девочка Ну что ж, а теперь покемон, собака Юмичу Бешеная, просто вообще оторви и выбрось Сорви голова, которая, мне кажется, может готова улететь просто Спрыгнуть, вылететь, лишь бы не ехать Потому что она еще и трусишка в таких вещах Она может побояться сначала Но у нее такая фишка, что она если побоится, но потом попробует Она уже такая, ну может это и не так страшно, и будет делать Ну что, Мишанька даже не замерзла, по-моему, да? Пошли, Миш, а теперь если позову поехать, со мной поедешь? Миш, поехали? Поехали, Мишань? Поехали? Да иди ты нафиг Посмотрите, кто это такой Чуктя Это Юмичу такая Чуктя Юмичу, покемон Чуктя, уже засыпает Юми, кстати, тоже немножко мерзляк Потому что она не такая пушистая, как Миша и Софи Не такая толстенькая, жирка еще такого не накопила за свою жизнь Так что постараемся побыстрее Я честно думаю, что Юми будет спрыгивать Потому что, ну как я уже говорила, я вот в ней в этом смысле сомневаюсь Но думаю, что вы, ребята, ее поддержите Покемон, смотри, во-первых, у меня есть вкусняшка Смотри, вкуснятина есть, видишь? Вкуснятина? Ай, вкуснятина! Кто такая покемониха моя? Поехали, поехали! Юми, поехали! Давай, иди сюда! Ай, молодец! Давай, иди ко мне, умница! Вот умница! Вкуснятину берем, зовем Выполняет, получает вкусняшку Давай, иди ко мне! Вот, молодец! Поехали! Молодец, поехали! Даем лакомство, говорим команду Поехали! Уже даже если собака начинает потихоньку выполнять команду, хвалим Поехали! Поехали! Вот, поехали! Встала на подножечку, говорим Поехали, даем вкусняшку Поехали! 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 Давай, поехали, поехали, поехали Молодец, поехали, поехали, Юмичу, поехали Вот умница, давай, поехали, поехали Давай, прыгай, запрыгивай, запрыгивай Давай, поехали, поехали Юми, давай, 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 запрыгивай, запрыгивай Вот молодец, давай, запрыгивай, давай, давай, давай Юмичу, давай, вот молодец, поехали Ай, поехали, молодец Запрыгнула с командой запрыгивай Поехали Это значит, что мы запрыгнули, залезли, сидим, поехали Повторение мать учений, ребята, повторяемся заново Четвертый пес Все равно, каждая собака, она по-разному реагирует Это всегда интересно Я уже вижу по ее мечу, что она побаивается, ей некомфортно При том, что она настолько привязана к хозяину, настолько слушается, что она совершила этот поступок Но я чувствую, что ей страшно, трясется попа Ну, кроме того, что холодно Стоим вот так вот, давай, так Хорошо, ладно, сели как удобно, да, сидим как удобно Навязывать мы ничего не будем Давайте хотя бы заведемся и посмотрим Итак, заводимся, смотрим, как Юмичу отреагирует Не спешим, никуда не едем И причем, я это говорю не только для снегохода А для всех, у кого есть питомец, которого вы чего-то дрессируете, да Не спешите, всегда делайте все постепенно Приучайте постепенно, вот как сейчас, когда Юми сюда потихонечку все-таки залезла Просто заведемся Никаких, как бы, лишних движений Вот, она уже дернулась Она уже дернулась от того, что мы завелись То есть, вот как я и предполагала, Юмичу будет это напрягать Все, ничего, ничего, мы просто завелись Просто завелись, все хорошо Просто проехала машина Громкие звуки, огромные объекты, большие резкие движения Ее больше пугают, чем других моих собак Я думаю, потому что, ну, Мишу мы не берем А Эйвана и Софи, потому что у Юми меньше опыта К сожалению, я в ее детстве меньше ее развивала, чем своих собак других То есть, меньше с ней путешествовала Хотя тоже было, но не столько много Из-за этого какие-то вещи ее пугают Но, в любом случае, это нормально Возможно, любая собака в какие-то моменты, которые непонятно, что происходит Она будет нервничать Но мы это не особо поддерживаем Да, мы просто посидим сейчас Просто выключим Выключим Каждому нужно искать свой подход Все, мы дрожим Нормально, ничего страшного Давайте еще раз включимся Опять дернулась То есть, будем дожидаться Будем, будем, чтобы Мы не будем дергаться сейчас и куда-то ехать Потому что Юми, в отличие от всех, нервничает больше всех Несмотря на то, что, казалось бы, она самая вот смелая Самая такая, вот оторви и выбрось Она нервничает больше всех сейчас Наблюдает, что такое происходит Выключились Все хорошо, да? Все нормально? Все нормально? Ну, стрессуем Стрессуем Но хвалиться не будем Давайте еще раз заведемся Посмотрим, в третий раз она дернется, если я заведусь Опять дергается То есть, скорее всего, мой рывок, мое движение Даже самая слабая ее заставит спрыгнуть Она сейчас не спрыгивает Но я боюсь, если я начну двигаться, она спрыгнет Давайте попробуем Но я буду страховать ее рукой То есть, чуть-чуть вот газану Просто совсем буквально Вот, видели? Она уже начинает вырываться Она уже хочет уйти от вот этой вот От этого шума, от этого грохота С одной стороны, это был бы стресс продолжить Но с другой стороны, этот страх тоже нужно перебаривать Главное, не поддерживать это все Найти какой-то компромисс, скажем так Вот, например, Юми сама нашла компромисс Сейчас она прижалась ко мне Ожидая почувствовать мою какую-то поддержку Я ее даю Но не сюсюкую, не хвалю О, мы уже более заинтересованы и менее боимся Уже лучше Потому что вы только представьте на самом деле, что происходит в голове собаки Земля движется вместе с ней Как? 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 Ей не надо идти, да? Передвигаться, чтобы все двигалось Пол летит с ней Ковер-самолет такой То есть, для нее, понятное дело, это может быть стрессом Как мы говорили, собаки все разные И, конечно, как и люди Но Юми уже попой, просто попой залезла на меня, на мою ногу И дрожит, но, я думаю, еще больше, потому что мерзнет реально холодно Юмичу, давай еще разочек попробуем Буду придерживать Кстати, про придерживать Блин, я все время торможу, но все равно это важно очень Тем более, мы все равно не можем ехать слишком быстро Но мы обязательно проедемся чуть-чуть, я надеюсь Когда собаку вот так придерживаешь Это равносильно, как есть такие специальные жгуты Прям продают И просто даже обтягивают собак специальным таким эластичным бинтом Во время салютов Или во время какой-то очень стрессовой ситуации Продают даже специальные такие штуки, которые обнимашки для собак Надевают на собаку, она чувствует вес Как будто ее кто-то защищает, как будто ее поддерживает Таким образом, меньше нервничает Так что то, что мы ее обнимаем, это не значит, что мы ее хвалим Хвалим, это когда мы начинаем усю-сюкать, улюлюкать, целовать Кормить вкусняшкой А когда обнимаем, мы ее как бы Все, все нормально Блин, неожиданный был поворот, конечно Я, я, про-косячилась чуть-чуть Ладно, все хорошо Все нормально, все хорошо Все, да, лижешься, лижешься Давайте проверим вкусняшкой Сейчас отвлечем ее мечу на какое-нибудь другое Другое что-нибудь, да? Ай, кто молодец? Попроси вот умница сидеть Лежать Молодец Давай Ай, молодец Отвлеклись, вкусняшку дали Собака не нервничает Все хорошо Иди сюда Иди сюда ко мне Поехали Давай Иди ко мне Иди ко мне Запрыгивай, запрыгивай, давай Запрыгивай, замерзла, запрыгивай Давай, 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 давай Хочет, но запрыгнуть уже, видимо, не может Давай, запрыгивай, Юмичу Очень долго Мы прыгаем Нет, мама, нет, не надо Давай, иди, иди сюда Ну все, ладно, все, хорошо, хорошо, все Этого достаточно Достаточно для первой тренировки Да Да, да, мой юбок Иногда так хочу ее просто в себя Прям вот обнять Все, Юмичу, давай, давай, до дома 2 метра проехать осталось Все Смотрите, не дернулась Мы завелись, и она уже не дернулась Это уже очень показательно Четвертый раз мы уже не дернулись Хорошо Итак, большой результат Несмотря на то, что она не сидела вот здесь Она сидела у меня на ноге Так уж ей комфортно Она проехала сейчас с интересом этот путь То есть не так вот реально боясь, трясясь А вот посматривая, что происходит Но уже более спокойно Сейчас попробую убрать руку Отпустить ее Пусть она сама держится Сама удерживает равновесие Мы с Юмичу уже уехали от оператора подальше Но вот когда мы проехали вот этот кусочек Она прям вообще нормально себя чувствовала Вообще хорошо сидела, спокойно Так что едем Та мой Субтитры сделал DimaTorzok Уже вообще нормально ездим По сравнению с тем, как это все начиналось Прям хорошо, я считаю Ну что ж, ребята Я надеюсь, вам понравилось это видео Для меня это был новый опыт Я очень хочу, чтобы вам зашло Ставьте лайки А тогда мы летом обязательно придумаем еще какой-нибудь суперэксперимент И не только летом Почему летом-то только Вы меня поняли Спасибо огромное вам за лайки, комментарии У меня губы уже квадратные Я уже говорить не могу Уже все высохло Лопнуло Вообще уже капец Просто очень холодно Увидимся скоро в новых роликах